Коллеги, на самом деле примечательно то, что американцы 42 года пытаются сделать Иран изгоем, и ничего не получается. Настолько, что даже европейцы, которые являются союзниками как бы американцев, сами вдали от американцев пытаются с Тегеран налазить отношения. Это примечательный момент. Можно яркий пример привести? Они же первое, что сделали, один из первых шагов, они отключили Иран от свифта. В том самом масштабном объеме, в каком возможно. В Иране была создана альтернативная система свифта. Знаете, кто создавали? Европейцы. Они самые. Потому что они очень остро нуждались в иранских энергоресурсах и понимали прекрасно для себя, что без иранских энергоресурсов они не проживут. А сейчас Иран тоже, можно сказать, наказывает европейцев за то, что они несостоятельны как посредники в деле урегулирования отношений между Ираном и США. И поэтому американцы очень серьезно раздражены вот этой позицией Ирана, которую они из железобетона для себя определили. Вообще, надо сказать, что иранской стороне уже надоело вот это игрушки американцев под названием «хочу, не хочу, буду, не буду». Потому что мы на протяжении очень долгого времени наблюдали процесс, который подразумевал бы возвращение американцев в ядерную сделку. И мы в вашей передаче еще пару месяцев назад в этой студии обсуждали о том, возможно ли смогут вернуться ли американцы в ядерную сделку. Оказалось, что американцы решили... Вот Баррель говорил, Баррель говорит, это тупик. Это тупик, потому что не учитываются, не хотят принимать во внимание интересы иранской стороны. Принимаются исключительно интересы Запада, интересы США, а вот Иран это никого не волнует. Ну вот смотрите, Баррель говорит одно, а председатель Евросовета Мишель на встрече с президентом Ирана заявляет следующее. ИЕС полностью поддерживает незамедлительное восстановление сделки. Более того, когда я даже к вам ехал на передачу, выступила Нэнси Пелоси, известный нам всем спикер в Конгрессе США, и заявила о том, что мы вообще в принципе скоро вернемся в ядерную сделку. То есть американцы готовы. И тут же выступает Госдеп США и заявляет о том, что нет, нас не устраивают выдвигаемые Ираном условия. То есть определенная, вот мы видим непоследовательность внутри элит, как в США, как в Европе, в отношении иранского вопроса. Вы тоже специалист в этой теме, объясните нам, где правда? На стороне Барреля, которая говорит тупик и дальше хода нет. Либо вот Мишель, которая говорит, мы поддерживаем незамедлительное восстановление сделки. Мне кажется, большой разницы между Мишелем и Баррелем нет. На самом деле они говорят про одно и то же, просто раскрывают разные части. То есть Мишель, он говорит, что мы хотим продолжить диалог. И это говорит о том, что европейцы заинтересованы в иранском газе. И мы видели, когда подписывалась ядерная сделка, первыми европейские компании побежали в Иран. Что говорит Джозеп Баррель на нормальном человеческом языке? То, что мы хотим, но нам мешают. А Баррель умеет на нормальном человеческом? Иногда получается, иногда нет. Он ничего не решает. Вы понимаете, что американцы наплевали не только на Иран, на Россию, но и на европейских союзников. То, что Европа хочет этой сделки, мешает американцам. Американцы мешают как раз-таки по тем причинам. Потому что у них есть амбиции на Ближнем Востоке. Они защищают Израиль, они не хотят баллистических ракет Ирана. И они хотят, чтобы Саудовская Аравия была в защите. У Европы таких больших амбиций все-таки на Ближнем Востоке нету, за некоторыми исключениями. И из-за этого получается несостыковка между Европой и США. Но так как Европа действует в фарватере Соединенных Штатов, вот такой результат у нас получается.